У каждого типа роз есть свой тип обрезки. Ну, для этого для начала попробуйте идентифицировать свои розы, а уже потом интернет вам подскажет, как правильно обрезать розы. Да, лучше делать это желательно правильно. Я могу навести, где посмотреть очень хорошо можно как-то обрезка роз, очень рекомендую храм Христа Спасителя. Возле него есть розарий очень хороший. И там вот я все никак не увижу тех людей, которые ухаживают за розами, потому что они делают это очень профессионально. Посмотрите, как там они обрезаны. Ну, там в основном чайно-гибридные розы присутствуют, но есть и другие. Обрезка идет осенью, вот сейчас они провели эту обрезку, ну, примерно там сантиметров на 20-30, плюс они не закрывают розы ничем. Вот тоже основной вопрос, потому что все считают, что розы надо обязательно укрывать. Чем сильнее их укутаешь, тем лучше будет. Да, на следующий год открывают розы где-то в мае, в середине мая все черное. И, наверное, мы недостаточно хорошо укрыли. Надо побольше накрутить. Так вот, дорогие друзья, скорее всего, ваши розы просто с апреля. Вот укрывать их надо либо правильно, либо вообще никак не укрывать, если не умеете укрывать. Так вот, у храма Христа Спасителя вот те замечательные цветоводы, которые розами занимаются, они вообще их не укрывают. Вот можете посмотреть. Там утепляется корневая система. Мама, как правило, мульчи, там либо торф, торфяная крошка и кора, кусочки коры, да. И, в принципе, этого бывает достаточно, выпадает снег, и снег является лучшим теплоизолятором, и розы прекрасно себя чувствуют. И когда вы придете туда летом на цветение роз, вы будете просто удивлены, шокированы от этих прекрасных, замечательных роз. Еще раз, для того, чтобы розы были хорошими, для того, чтобы они вас радовали, а не отраивали, надо, ну, во-первых, их любить искренне, это первое. Во-вторых, знать, что это, кто это, для того, чтобы вы правильно просто с ними обращаетесь. Ну, и немножечко опыта, которым можно разжиться, как я уже сказал, лучше всего даже не в интернете, не где-то там в популярных изданиях, а просто пойти в хороший розовый сад и посмотреть, как специалисты делают.